9 декабря – необычная дата. Во всем мире этот день признан днем борьбы с коррупцией. За три квартала 2013 года Следственным управлением по Ивановской области заведено более 120 уголовных дел коррупционной направленности. Вообще, этот год для региона прошел под эгидой борьбы с коррупцией в чиновничьей среде. За 10 месяцев были пресечены 10 таких случаев. Общественный резонанс вызвало дело в отношении бывшего главы Беленицкого сельского поселения. Он незаконно заключил договор Мены с одним из физических лиц, в результате чего второе лицо получило земли первой прибрежной зоны реки Увадь. В настоящее время там строятся коттеджи. Люди выкупили все эти участки. Ввиду того, что они были признаны судом добросовестным приобретателем, эти участки остались у них. Но последствия этой сделки, к сожалению, печальны для администрации, поскольку размер стоимости рыночной оценки составил порядка 10 миллионов. Дело главы администрации Кинишмы Андрея Чужбинкина, который ранее работал в областном правительстве, стало одним из самых громких в 2013 году. Не менее знаковое дело расследуется в отношении чиновников администрации Ивановского района, в том числе главы администрации Сергея Жубаркина. Им вменяют хищение земель подведомственного им района. Традиционными, если можно так выразиться, для нашего региона считаются коррупционные преступления в исправительных колониях. Однако в последнее время их стало меньше. Причину этого следователи видят в ужесточении наказаний. В последнее время государством принимается ряд превентивных мер в виде того, что повышаются сроки наказания, штрафы. То есть сейчас это кратность введена. Поэтому достаточно очень большой штраф, если человек получает в качестве наказания в суде. В России коррупция является системным явлением, и эффективная борьба с ней возможна только при использовании комплекса мер. По словам следователей, положительные результаты борьбы есть, но до окончательного искоренения этого явления еще очень и очень далеко.